В Бендерах прошел шестой республиканский турнир памяти тренеров, которые в разные времена вносили вклад в развитие бокса в Приднестровье. Вместе с местными спортсменами за чемпионские звания сражались представители Тирасполя, Дубасар и Кишинева. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях – младшие юноши, школьники, юниоры и молодежь. Тирпо встречаю его прямыми, уклон прямой, бель прямыми. Турнир памяти бендерских тренеров проходил уже в шестой раз. С каждым годом популярность этих соревнований только возрастает. Для боксеров это хороший трамплин к городским чемпионатам, а затем и к молдавскому первенству. Обычно ставят новички с новичками первые бои, а уже вторые бои и третьи бои, там уже кто выигрывает. Но на первые бои обязательно по рангу соревнований. Сколько занимается, месяц, три, год и так далее. Вместе с бендерскими боксерами за награды боролись представители Тирасполя, Дубасар и Кишинева. Молдавскую столицу представил спортивный клуб «Джуниор». Гости завоевали семь наград высшей пробы. Гости из Кишинева заняли третье общекомандное место. И все же, как и положено, больше всего золотых медалей заработали хозяева ринга. По итогам турнира в активе бендерчан 25 первых мест. У нас сегодня боксируют юноши третьего-четвертого года рождения. Наши бендерские боксеры, именно этот возраст мы считаем один из лидеров молдавского бокса. Потому что в середине марта у нас чемпионат Республики Молдова, где будет отборочный чемпионат Европы. И думаю, что наша школа бендерская с хорошим составом или второе, или третье место общей командой должно занять. Одна из лучших команд, я думаю, в Республике Молдова этого года. Давай! Сам! Во! Еще серия! Молодец! Сам! В общем зачете вслед за хозяевами расположились столичные боксеры. Тираспольские победы на счету Михаила Лео и Анатолия Шаталина. Еще четыре золота у дубосарцев. А в следующий раз боксеры выйдут на турнирный ринг в конце февраля. Соревнования пройдут в столичной школе борьбы и бокса.